Приветствую всех на канале Аскорпион ТВ. Сколько стоят юбилейные или памятные выпуски монет номиналом 1 гривна? Всех, кого интересует этот вопрос, ролик для вас. Прежде чем я продолжу, я хочу напомнить, что на моем канале вышел ролик по обиходным монетам Украины. Самые дорогие года монет Украины. И как найти дорогую гривну монет нового образца. Ссылки я оставлю в описании. Монета 1 гривна 2004 года. 60 лет освобождения Украины. Абов 60 роков вызвала не Украины, ведь фашистских загарбников. На реверсе изображен пиджак ветерана с наградами. Монета получила название медали. Тираж этой монеты 5 миллионов штук. Учитывая достаточно большой тираж, цена будет этой монеты невысокая. Но стоимость будет все равно выше номинала. Важным в ценообразовании является состояние монеты. Поэтому если монета из обихода, то цена будет невысокой. И наоборот, при восходном состоянии монета будет стоить гораздо дороже. Стоимость относительно этой монеты, учитывая состояние, если монета из обихода, то стоимость будет около 5 гривен. Если же состояние будет гораздо выше, допустим из ролла, то стоимость будет около 20 гривен. Одна гривна 2005 года, 60 лет победы в Великой Отечественной войне. Або 60 роков перемоги в Великой Отечественной войне 1941-1945. На реверсе изображены сцены солдат, возвращающихся с фронта. У нумизматов эта монета получила название «Солдаты». Тираж этой монеты составляет 5 миллионов штук. Стоимость этой монеты будет, если же монета из обихода, около 5 гривен. Если же монета в превосходном состоянии, то стоимость будет ее около 20 гривен. Одна гривна 2010 года, 65 лет победы в Великой Отечественной войне. Або 65 роков перемоги. На реверсе изображен орден Отечественной войны и вечный огонь. Тираж этой монеты также 5 миллионов штук. И стоимость этой монеты будет составлять порядка 5 гривен, если монета из обихода. Или в превосходном состоянии около 20 гривен. Посвящена финальному турниру Чемпионата Европы по футболу в 2012 году. На реверсе изображен логотип UEFA со всеми остальными надписями, присущими этому событию. Монета получила название Евро-12. Стоимость этой монеты порядка 10-15 гривен. Если же монета из обихода, то стоимость ее будет около 10 гривен. И последняя монета в этом обзоре также посвящена Великой Отечественной войне. Это 70 лет победы в Великой Отечественной войне. 1 гривна 2015 года. Або 70 роков перемоги. На реверсе изображены несколько цветков мака и каска. Монета получила название у нумизматов как Маки. Тираж этой монеты 7 миллионов штук, что на 2 миллиона больше, чем предыдущие выпуски. И, соответственно, цена ее будет несколько ниже. В таком состоянии, как я держу сейчас в руках, будет стоить около 10 гривен. И из обихода будет порядка 5 гривен. Эти монеты можно продать по более высокой цене. Но только при условии, если они никогда не были в обращении. То есть это из банковского ролла. Если же мы возьмем обычную монету с Владимиром Великим. Князь Владимир Великим. То стоимость таких роллов. А я напомню, что у банковского ролла 50 штук монет. Будет от 350 гривен. Ну и, естественно, цена будет повышаться в зависимости от годов выпуска. Чем более старше монета, тем стоимость будет подниматься выше. От 1500 гривен, если это юбилейные памятные выпуски. И до 100 долларов за один ролл. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить очередное видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok